МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итоги дня на национальном телевидении Чувашии в информационной программе «Республика» в студии Татьяна Молокова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чувашии побывал в Заволжье. Экстремальный уровень. Чем угрожает маловодье Великой Русской реке? И как решить эту проблему? Богатырская сила. На Чебоксарске проходит спартакиада молодежи России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава республики Михаил Игнатьев посетил Заволжье и встретился с горожанами. Какие проблемы есть у жителей левобережной части города и как они решаются, узнала наша съемочная группа. Свежий воздух, тишина и близость в Волге. Наталья Климина не променяет экологически чистый район столицы Чувашии ни на какой другой. Одна беда – детских садов катастрофически не хватает. Чтобы отправить дочь в дошкольное заведение, молодой маме придется ждать еще минимум год. Детей очень много, садиков очень мало. Группы маленькие, детей набирают. Мест не хватает, всем приходится. Нам сидеть с детьми, на работу не выйдешь. Как-то надо с этим справляться. Но я считаю, что нужно открывать новый садик. Одноэтажный детский сад 46-го года постройки рассчитан на 25 детей. Сегодня количество воспитанников доходит до 40. Из-за нехватки мест дети начинают посещать садик с 3, а то и с 3,5 лет. Михаил Игнатьев пообещал жителям Заволжья решить эту проблему, напомнив, что в стране действует специальный проект. Однако недостаток детсадов – не единственная проблема жителей Левобережья. Посетив местные магазины, делегация обнаружила, что ни одна торговая точка не отвечает современным требованиям. Не развита сеть придорожных кафе. Кроме того, доля продукции республиканского производства минимальна. При таком подходе мы будем экономикой душить, и сегодня сельхозтоваропроизводитель тоже будем душить. Глава республики посетил пожарную часть номер 9 и лично проверил надежность работы телефонной связи. Алло. Глава республики Игнатьев. Звоню с основки. Остался доволен глава республики и восстановительными работами, которые ведутся на месте бывших горельников. Многое уже сделано, в том числе и с помощью волонтеров. Но этого пока недостаточно. Надо активнее привлекать к экологическим работам местное население, посоветовал Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Среди проблем, требующих, по мнению жителей Левобережья, скорейшего решения, слишком высокая плата за проезд в автотранспорте. За комментариями журналисты обратились в Чувашавтотранс. Есть постановление Кабинета Министров Чувашской Республики. Значит, это постановление номер 566, которое вышло 31 декабря 2013 года. Называется это «Поставление о картах для безналичной оплаты проезда на транспорте общего пользования на территории Чувашской Республики». И, значит, в соответствии с этим постановлением, если его внимательно изучить, там в приложении номер 2 указан перечень лиц, которые имеют право льготному проезду при наличии, значит, безналичной карты, так называемой, он сейчас называется, месячный льготный проездной билет. Значит, лица, которые входят в этот перечень, имеют право обратиться к нашему оператору, это единая транспортная карта, подойти в пункты приема, значит, он, этот оператор располагается в городе Чебоксары, к нему подойдет, к этому оператору обратиться. При наличии соответствующего документа льготник может получить эту карту, она будет, эта карта, с фотографией, и он при оплате 600 рублей может неограниченное количество раз ездить на автобусах общественного пассажирского транспорта, то есть на автобусах, которые обслуживают государственные ментальные предприятия Чуваш-Автотранс, неограниченное количество поездок. Далее, значит, еще есть у нас категория жителей, будем говорить, завода, это те, кто проживает в поселке Сосновка, Октябрьская, Северный, значит, тоже в соответствии с постановлением, значит, города, это постановление я вам сейчас скажу, номер 335 от 8 октября 2012 года, постановление администрации города Чебоксары, было принято решение, что вот эти жители получают тоже персональную карту, у них должна быть прописка при этом в Заволжье, при наличии этой карты они оплачивают всего лишь 20 рублей от стоимости и далее уже компенсируется разница между тарифами администрации города Чебоксары. Все мы помним Великого Пушкина и его знаменитую сказку о Попее и его работнике Балде. Но вряд ли в памяти сохранилось, что за продукт такой полба, о которой говорилось в сказке. Между тем ее выращивают и в наши дни. Кстати, сейчас самое время для сбора этой злаковой культуры. Если хлеб всему голова, то пшеница матушка. Именно так считали наши предки. Белым хлебом люди издревле встречали почетных гостей, ведь раньше пшеничная мука считалась роскошью. А сейчас хорошая новость для всех любителей белого хлеба. Лето в самом разгаре, а это значит, пришло самое время для уборки этой злаковой культуры. И сейчас мы находимся в Цивильском районе, который, между прочим, первым в республике вышел на уборку пшеницы. В этом году представители района на уборку вышли довольно рано, уже 15 июля. Но все это благодаря новому скороспелому сорту, который уже полностью созрел к этому числу. Мы, наверное, более 20 сортов испытали краснодарской селекцией. Из них вот два сорта у нас удержались. Это юмпа и зимница. В уборке пока никаких сложностей не было. Погода стоит отличная. Правда, очень, конечно, она сухая погода. Поэтому очень сильно ждем дождей. На сегодняшний день в Цивильском районе собрали 28 гектаров скороспелой пшеницы. И это хороший показатель. Ведь от того, как пройдет уборка зерновых, зависит и цена на хлеб. Очень хороший урожай, конечно. Мы не ждали такого урожая. Очень хорошо. Работаем вчера, работали две смены. Сегодня работаем две смены. Сами работаем. Но работаю, но мне нравится. Прям желание есть работать даже. Кто может не любить пшеницу – вопрос риторический. Кстати, всем девушкам, следящим за собой, стоит брать пример с Екатерины Второй. Чтобы сохранить молодость и упругость кожи, она баловала себя на завтрак печеньем из пророщенной пшеницы. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Какие проблемы решаются сейчас в сфере ЖКХ? Об этом говорили во время прямой телефонной линии, которую провел заместитель главы администрации столицы Республики Герман Александров. Горожане интересовались вопросами развития транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах города Чебоксары. К примеру, нет разворотных площадок для общественного транспорта. Мы не можем открывать из-за того, что наши строители во время первоначальном этапе не предусмотрели строительство, сдача дорог и разворотных колец, чтобы мы могли организовать, пустить маршрут общественного транспорта. И эту работу мы и здесь с администрацией обсудили. Перед строителем, блоком управления строительства и архитектуры поставили эти вопросы. Другой звонок от жительницы дома по улице Дементьева касался возможности приватизации квартиры. До 18 лет она жила в детском доме и в июле этого года получила квартиру. Но, к сожалению, ваша квартира является специализированным жилищным фондом города является. Поэтому приватизации до 5 лет невозможно пока. А потом после 5 лет рассмотрим, время меняется и законы меняются. Я думаю, потом вам надо будет заключить социальный наим на эту квартиру. Звонки также касались проблем, связанных с озеленением города. Житель дома по улице Гагарина попросил обратить внимание на часть кустарников, посаженных вдоль пешеходного тротуара, которые не взошли. Герман Александров заверил, что эта часть кустарников будет заменена на новые побеги во время осенней посадки. Екатерина Кудряшова, Сергей Рябчиков, Республика. Бурный ливень обрушился сегодня после жары на столице Чувашии. В одном из районов Чебоксара упало сразу несколько деревьев. Сильный дождь хлынул в третьем часу и продлился не более 10 минут. Этого времени хватило на то, чтобы повалить сразу несколько деревьев после республиканской больницы. По счастливому стечению обстоятельств людей вблизи не оказалось, и трагедии удалось избежать. Бывший глава администрации Шумерли Андрей Броницын подозревается в превышении должностных полномочий. Шумерлинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Чувашии возбудил уголовное дело в отношении экс-главы. По версии следствия в сентябре 2011 года подозреваемый дал указание подчиненной сфальсифицировать акт обследования частного жилого дома, по которому он якобы признан непригодным для постоянного проживания. В последующем муниципальный чиновник издал постановление о признании хозяйки дома нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеющей право на обеспечение жильем. Женщина получила единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения. Около миллиона рублей. На эти деньги она приобрела квартиру. Дом, в котором она ранее проживала, из ведомственной комиссии администрации города Шумерли 20 сентября 2011 года, был признан пригодным для проживания и после получения социальной выплаты был продан. Обследование жилища, проведенное в ходе доследственной проверки, показало, что оно до сих пор пригодно для проживания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета с сотрудниками Управления ФСБ России по Чувашской Республике. Этим летом маловодье вновь угрожает судоходству на Волге. Возможно, придется ограничить движение грузовых барж. Что поможет решить проблему? Накануне этот вопрос обсуждался в Нижнем Новгороде. Именно там, в рамках проекта «Школа гидроэнергетика» специалисты отвечали на вопросы журналистов и блогеров из Чувашии и Нижегородской области. Среди них оказался и мой коллега Дмитрий Ковалев. Низкий приток воды специалисты, конечно, прогнозировали, но никто не предполагал, что уровень бассейна Верхней Волги достигнет экстремальных отметок. В этом году он может уменьшиться еще на 10 и даже на 15 сантиметров. Эксперты бьют тревогу. Два дня назад Нижний Бьев гидроэлектростанции находился на отметке 66 метров, и он продолжает понижаться. Обычно бассейн Великой Русской реки пополняется в период весеннего половодья, но в этом году осадков было не так много. «Сформировалось оно не как обычно. Мы знаем, что у Нижнего Новгорода проходят уровни максимальные и по Волге, и по Оке примерно в одни и те же сроки в этом году. Уровни наивысшие весеннего половодья сформировались на месяц позднее. Условия метеорологические и гидрологические складываются таким образом, что на сегодняшний день мы отмечаем значительное понижение уровней водных объектов. Подобные ситуации на Волге происходят примерно раз в 10 лет, поэтому специалистам уже не впервой решать эти проблемы. Сейчас Нижегородской ГЭС помогает работать Рыбинское водохранилище. Только за прошедшую неделю там накопилось более 300 кубометров воды, и этого запаса пока хватает. Но могло быть и хуже, отмечают эксперты. Мы сумели вовремя инициировать межведомственную рабочую группу по Горьковскому водохранилищу. И сумели аккумулировать те остатки, которые пришли от Костромы и Унжи. Теперь из-за маловодья особенно остро стоит вопрос с пропуском судов. Расстояние самого сложного участка на этом пути превышает 50 километров. Грузовым баржам здесь приходится простаивать и по трое суток. Хотя раньше они преодолевали его за 4 часа. А уже с 21 июля через эти шлюзы грузовые баржи смогут проплывать только раз в 4 дня. Вплоть до 10 августа здесь вводятся специальные ограничения, и под них попадают все суда с просадкой 2,5 метра вглубь. То есть корректировать свой график придется и четырехпалубным туристическим теплоходам. Но уже сейчас грузовым баржам приходится проплывать по шлюзам с ювелирной точностью. Между дном судна и железными воротами едва поместится даже человеческая ладонь. Специалисты отмечают, что уже не первый год из-за маловодья снижается количество грузоперевозок. 23 рейса, 23 судна были полностью отменены. И в связи с тем, что такая ситуация складывается, естественно, график с Росморвич флотом учитывает и эти моменты. Именно, наверное, туристические пассажироперевозки были именно приоритетом. Потому что, безусловно, опять же, это люди. В первую очередь, конечно, пострадают грузоперевозки, связанные с... Именно грузоперевозки, а не пассажироперевозки, да. Будет снижена, соответственно, грузоподъемность этих. Но все изменится после подъема Чебоксарской ГЭС до проектной отметки. Тогда здесь могут курсировать и суда с просадкой 4 метра вглубь. Правда, сейчас решение этого вопроса затягивается. Авторы проекта исправляют замечания экологической экспертизы. Конечно, очень не хотелось бы, чтобы в новом виде этого года превратилась в завтра 30-х годов, который была на Волге. С тем, чтобы опять именно на этом критическом примере поставить вопрос о том, что все то, что задумано и спроектировано, заодно реализовано. Но достройка Чебоксарской ГЭС может решить и другие проблемы. Когда уровень реки выровнится, берегам Волги перестанут угрожать паводки. А энергосистема страны должна получить 900 мегаватт драгоценной мощности. Медрик Ковалев и Антон Вовк. Республика. Из Нижегородской области. Коллегия ФМС по Чувашии обсудила сегодня особенности работы в условиях увеличения миграционных потоков с Украины. Сейчас за временным убежищем в Чувашию обратились порядка 150 человек. Почти половине уже оформлены документы и они находятся на территории России закона. Начальник службы Виталий Черничкин отметил, что сейчас сотрудники ФМС должны работать в усиленном режиме. Не только по оформлению документов, но и оказанию информационных услуг. Проблема есть и с пребыванием на территории Чувашии незаконных мигрантов. По словам Виталия Черничкина, многие выходцы из Средней Азии заключают с жительницами Чувашии фиктивные браки. Сотрудникам миграционной службы необходимо наладить работу по выявлению таких фактов. Возможно, скоро полномочий у работников миграционной службы будет больше. Вступают в силу изменения в законы миграции. Все мигранты, получающие право на проживание и работу в России, будут сдавать экзамены по русскому языку. Истории, основам законодательства России. На подходе принятия следующих важных законопроектов. Введение патентной системы для мигрантов безвизовиков, занятых у юридических лиц. Наделение ведомства функцией нашего ведомства, функцией дознания. В Батревском районе, в селе Тарханы, проходит Кокелевский пленэр. Уже восьмой по счету. Алексей Кокель, уроженец Чувашии, один из основателей Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Выдающийся художник. Как и в предыдущие годы, пленэр посвящен миру, дружбе и развитию культурных связей между народами. В первую очередь, русским и украинским. В этом году все осталось по-прежнему, несмотря на сложности, появившиеся в отношениях наших стран. Культура вне политики. Больше того, это одна из самых действенных миротворческих сил. Один из самых понятных языков. Впрочем, участники пленэра знают и другие. Шановные наши друзья, мы щиро витаем вас на нашей чувашской земле. На батькищине великого Кокеля. Нехай дружба. Миша украинцами тачу вашими. Мецны язык кожным роком. Ласкава просима. Карина общается с участниками Кокелевских пленэров уже 8 лет. За это время и язык выучила, и профессиональных навыков набралась. Теперь рисует свою маму, учительницу Тарханской школы, и бессменную модель. Каждое лето Ружена Родионова достает из сундука бабушки наряд и сидит по 4 часа ради искусства. Такое отношение – одна из причин, по которой художники приезжают на Кокелевский пленэр с удовольствием. Я приезжаю в 3-й или 4-й год, вот я не помню, но мне нравится атмосфера того, что здесь проходит взаимодействие, взаимодействие людей, теплые встречи, встречают. И работа, конечно, на пленэре. И очень нравится окружение, архитектурные такие кусочки красивые, домики, натура такая интересная, и тархановские дети. В этом году на пленэр приехали 9 российских и 2 украинские художницы. Студентки, основанные Кокелем Харьковской академии. Впрочем, одна из них уже россиянка Мария Малинина из Симферополя. В Чувашию приехала второй раз. Мы писали в национальных костюмах натуру. Очень интересно, но как бы необычно для нас. То есть я такого никогда не видела, меня аж в прошлом году это все поразило. Но в этом году нам тоже ставили в национальных костюмах. Очень интересно. Участники пленэра могут познакомиться и с родственниками художника. Среди уроженцев Тархан их много. Но чатый племянник живописца Николай Сергеев с удовольствием показывает бывшее родовое гнездо Кокелей. Сейчас Маша и ее подруга пишут Тарханскую улицу. 110 лет назад ее на своем полотне изобразил Алексей Кокель. И теперь она стала своеобразным мостом дружбы, на котором встречаются художники разных поколений, разных городов и даже стран. И мы говорим, вот сидим вечерами за чашкой чая у себя в гостиной, среди картин, созданных художниками разных национальностей, разных вероисповеданий. И мы не ощущаем, что нас что-то разделяет люди. Мы все добрые, прекрасные, красивые, целеустремленные, у которых имеются дети, внуки, любимые люди и так далее. И мы понимаем, что планета, она не создана для войн и для расприй. Слишком мало мы долго, мало живем, и не нужно нам воевать. Как обычно, по итогам пленера будет собрана большая экспозиция, а каждый художник оставит по две работы в фонд передвижной выставки, которая будет курсировать по школам, детским домам, другим учреждениям. А сами участники пленера увезут с собой понравившиеся виды Чувашии и приятные воспоминания. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Столичные власти решили создать в Чебоксарах сеть велодорожек. Учтены ли все пожелания любителей двухколесного транспорта? Узнавали наши корреспонденты. Велодорожка ограничена разделительной полосой, помечена дорожными знаками и освещается в темное время суток. Все это говорит о том, что она сделана в соответствии с европейскими стандартами. Кроме того, она проходит по краю пешеходного тротуара и не является помехой ни для водителей, ни для пешеходов. Но, несмотря на многочисленные плюсы, велосипедисты считают новшество нелепым и смешным. Я заметил то, что дорога разбита в некоторых местах, ну, прерывается сама дорожка в некоторых местах, то есть она где-то непостоянно где-то есть, а потом ее нету. Там дальше, ниже я видел, на остановке столбы стоят, которые, естественно, надо объезжать тоже. Разделение тротуара на пешеходную и велосипедную зону вызвало у чебоксарцев бурю эмоций. Одни отмечают малую ширину велотрассы, отсутствие пандусов, ямы и другие преграды на пути к заливу. Другие, наоборот, хвалят инициативу администрации. Несомненно, 2014 год войдет в историю Чебоксара-Чувашию, как год, когда в столице Чувашии наконец-то появилась специально выделенная полоса для велосипедистов. И в тот момент, когда я увидел в интернете первые такие, ну, несколько ехидные высказывания о том, что, ну да, первый вариант дорожки он проходил через столбы, Чебоксары над этим посмеялись, но по большому счету это историческое событие, потому что впервые начала зарождаться новая культура, вот, скажем так, дорожного движения. Жители города, да и сами велосипедисты пока еще не совсем привыкли к нововведению, и движение на тротуарах все еще перемешано. Чтобы эта культура закрепилась, потребуется немало времени. А пока в планах городских властей разметить еще несколько дорожек. Они пройдут по улицам Гагарина, Калинина, затем, завершая круг, вернутся к заливу. Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Республика. Лучшие спортсмены страны в возрасте от 21 до 23 лет соревнуются за звание победителя третьей летней спартакиада России. Здесь выявят сильнейших в 43 видах спорта. Среди них и тяжелоатлеты. Финальный этап для которых проходит на базе детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 в городе Новочебоксарск. Наша съемочная группа встретилась с самыми сильными молодыми спортсменами. Около 100 сильнейших спортсменов из 27 регионов страны приехали в Чувашию. В Манежиного Чебоксарской спортивной школы в конце недели будут определены победители в 15 весовых категориях. 7 у женщин и 8 у мужчин. Финал спартакиада серьезные соревнования считаются. Здесь попали самые сильнейшие, которые прошли все этапы отбора. Эти соревнования являются отборочными на первенство Европы по молодежи. Чувашию на этих соревнованиях представляет Павел Портнов. Показав хороший результат на окружном этапе спартакиады, он получил право принять участие в финале. Его выступление состоится 18 июля в весовой категории до 77 килограммов. Пока я думаю о нем говорить рано. Не будем, как говорится, нельзя сглазить спортсменов. Но спортсмен очень хороший, перспективный. А вот спортсменка из Чувашии Александра Козлова, призер первенства Европы, не примет участие в спартакиаде. Сейчас она готовится ко вторым юношеским олимпийским играм, которые пройдут в Корее. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Вы смотрели информационную программу Республика на национальном телевидении Чувашии. Я Татьяна Молокова с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова